Приветствую вас, Валерий. Собственно, вы совершенно верно отмечаете, что вам нужно устраивать свою собственную жизнь. Но почему-то вы, первое, каждый день у бабушки, потому что она вас провозит. Второе, вы почему-то игнорируете себя, ставите как бы себя ниже её. И пытаетесь побороть её, как вы говорите, эгоизм. По большому счёту, пытаетесь её переделать. Ну, переделать у вас всё по понятным причинам не получится. Потому что человек находится, мягко говоря, не в том возрасте. А вот для чего вам её переделывать, и почему вы сами оспариваете своё право быть, как минимум, такой же ценой. И как минимум не жертвовать собой ради неё. Это большой вопрос. Мне кажется, что говорить здесь нужно не о том, как побороть её эгоизм. Ведь, по сути, в этом контексте мы говорим больше, наверное, про получение вами её одобрения. То есть, чтобы она согласилась с вашими объяснениями и вас благополучно отпустила. Важнее говорить про, например, чувство вины ваша перед ней. Про вашу неуверенность. Про страх осуждения. Ну, ваш страх осуждения. Про ваше, может быть, обеспенивание себя. Вот об этом можно говорить. Понимаете? Про личные границы. Про ваши приоритеты. Про способ донесения до человека, ну, в смысле, до неё. Своих мыслей, своей позиции, своих взглядов. Вот. Понимаете? О чём я говорю, надеюсь, надеюсь. Вот это важно! Понимаете? А побороть эгоизм. Побороть эгоизм человека весьма пожилого представляется у меня там мало вероятно. Так же, вполне вероятно, мне представляется ситуация, в которой вы как бы следуете за своей мамой. Вы следуете за своей мамой, в каком плане, в каком смысле вы следуете за своей мамой в том смысле, что она обесценивает себя. Она переехала к бабушке. Вот. И живёт с ней, значит, на постоянной основе, да? Вот. И, вероятно, требует от вас того же самого. И вы следуете вот такой же позиции, позиции своей мамы. То есть, это вот очень похоже на определённый сценарий. Ну, я имею ввиду на определённый победенческий семейный сценарий. Конечно, да. Вот. Поэтому, тут, на мой взгляд, важно этот момент определить. И я не думаю, что скажу вам прямо такие, ну, дам, точнее, дам, я не думаю, что дам вам прям какое-то откровение, если скажу, что умение говорить «нет», ну, учиться говорить «нет», да? Вот. Обовольно важно. В вашем, например, контексте, в контексте того, чтобы, ну, иметь возможность, да, как-то вот себя, значит, защищать, вот, как-то, значит, лучше себя воспринимать и так долго. Вот. То есть, я бы сказал, что ситуация так и такая. Поэтому, в целом, это классические, созависимые отношения у вас, вот, где есть что-то вроде манипулятора, в данном случае это бабушка, и есть вы же жертвы, скорее всего, с вашей мамой, вот, которые отяготитесь, вот, вам тяжело, плохо. И единственный способ для вас это поменять, э, собственно говоря, стирально, да, то есть бабушку, но при этом, э, вы не видите, что дело, как бы, с ним бабушка, дело в вас, и в том, как вы сами, э, сами, э, относитесь, например, к своей ценности и то, что каким-то образом вы, по сути дела, соглашаетесь с тем, что, э, можно поставить, э, ну, э, ну, кого-то, в данном случае, речь может идти, э, про бабушку, выше себя. Вот, и это то, что вы можете, э, поставить, э, себя выше, о, или себя ниже, является ключевым моментом, вот. Ну, если говорить, нет, работать, э, с чувством длины, вот, и так далее. Вот, я не знаю, э, согласитесь вы со мной, или нет, но, но, у вас есть, э, злость, э, на, э, на бабушку, скорее всего, вообще злость, вы, скорее всего, э, злитесь, э, на, э, на бабушку, вот, вы, скорее всего, злитесь, но, э, вот, что важно, вы, э, как мне кажется, довольно-таки активно, э, свою злость, на бабушку, э, подавляется, вот, ну, то, что, ну, то есть, пытается подавить свою, свою злость на нее, вот. Мне кажется, что это позиция, 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 э, позиция, когда, когда вы подавляете свою злость, и делают, э, условно говоря, э, возможную, вот эту, ситуацию, э, с, э, испытыванием чувства вины, перед, э, бабушкой, например, или, э, не чувство вины, но чувство, например, жалости к ней, и так далее, или позиция, там, такая, что я должна. Ну, как мне кажется, вы пропускаете, а вот здесь довольно важный момент, он касается того, этот момент, касается того, а что вам уже хочется, чего-то другого, э, чего-то другого, вам уже кажется, и для вас уже совершенно очевидно, что эта ситуация вам не нравится, которая происходит, ну, вот, с бабушкой, например. И сейчас вам, вам просто, э, как мне кажется, э, страшно, вам страшно, потому что опыт, который вы, э, э, проживаете сейчас, сейчас, да, он для вас новый, э, опыт для вас новый, э, вы, может быть, с таким опытом не знакомы, вот, и, э, что с ним делать, вы не знаете, и вам, э, возможно, что, э, хочется, э, получить поддержку, в этом, э, от бабушки, то, что, вот, э, вам нужно оба твое утверждение, но если вы, э, не привыкли себе доверять, а, мне кажется, что вы не привыкли себе доверять, если бы этой ситуации не было, то, у, бабушки всегда будет, э, как бы, рычаг, э, управления на вас и рычаг управления, управления большим счётом вами и, э, тем, что вы хотите, потому что она всегда будет иметь возможность с вами управлять, вот, поэтому, э, вы выдаёте, на мой взгляд, один из самых-самых, э, деструктивных, э, моментов, вы пытаетесь, э, ну, двигаться, э, в, э, одном из самых-самых деструктивных аспектов, это аспект, э, изменения другого человека, но не себя, и, мне жаль, что приходится вам это говорить, но, э, э, пока вы не обратите внимание на себя сами, пока вы не, э, будете обращать внимание на то, что, э, важно и на то, что, э, хочется вам, и пока вы не позволите этому тому, что хочется вам быть, да, э, существовать, вот, э, я бы сказал, что будут, ну, вот, такие довольно, э, довольно, может быть, серьёзные проблемы, вот, связаны именно с тем, что, э, всегда будут, ну, условно говоря, оспаривать, э, то, что вы хотите, всегда будут оспаривать, э, то, что вам хочется, то, что вам нужно, то, что, э, для вас важно, и так, и так, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, понимаете, я надеюсь, что я имею в виду. Вот. Давайте мы с вами зададим вот какой вопрос. Как вы воспринимаете то, что бабушка постоянно требует внимания, то, что она считает, что вы должны быть постоянно с ней? Давайте хотя бы постараемся, постараемся, ну, начать с вами вот с этого момента. Давайте постараемся начать с вами вот с этого аспекта. Если вы, значит, сможете разобраться для себя в том, как вы это воспринимаете, то ситуация может быть для вас гораздо более интересной, гораздо более комфортной и с гораздо большим количеством выборов. Вот. Дальше. Какие дела сейчас у вас к бабушке и какие из них вы позволяете себе выражать и испытывать, скажем так? А какие нет? Вот. Давайте, наверное, еще вот на этот аспект тоже посмотрим. Да? Да? Потому что это важно. Да? Вот то, какие чувства вы блокируете, то, какие чувства вы зажимаете в себе. Ну, условно говоря, что, что не позволяете это высказывать. Да? По разным причинам, там, может быть, там, не знаю, чувства, может быть, стыда, может быть, что угодно. Абсолютно, что угодно. Ну, вот. Будет здорово, если вы на этом заострите своё внимание, да? Вот. Потому что это такой довольно значимый аспект ситуации тоже. Абсолютно, конечно. Дальше насчет. Абсолютно. Как часто вы позволяете себе следовать своим желаниям, следовать своим потребностям, следовать там, что вам хочется, и тогда? Тоже очень важный, как мне кажется, аспект. Насколько вы, по вашему мнению, уверенный в себе человек? Ну, вот уверенный в себе. Если уверен, то соответственно. Как это проявляется? То, что вы уверены. Если не уверен, то даже как это проявляется, то что вы, так сказать, не уверены. На мой взгляд, это очень важный аспект. Вот, примерно, примерно, такие направления, я бы сказал. Возможны в вопросе вашей работы над собой. В этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Всего вам самого хорошего.